Всем привет! Вы на канале ФРБМ! Вот мы здесь, на последней планете Солнечной системы. Как бы грустно, это не звучало. Итак, перед нами планета, названная в честь древнеримского бога морей и океанов, которые назвали Нептун. В греческой мифеологии его называли Посетон. Ребята, хотите узнать много интересного про Нептун? Тогда смотрите и не приключайтесь! Нептун, как и Уран, имеет две категории – ледяной гигант и газовый гигант. Если бы вам, юным астрономам, удалось бы побывать на этой планете, то ваш вес был бы больше на 4 килограмма. Нептун – самая маленькая планета из всех газовых гигантов нашей Солнечной системы. Многие сотни лет человечество ничего не знало про Нептуни. В 18 веке ее обнаружили астрономы. А более полную информацию ученые получили после того, как ее посетил космический аппарат. Этот же аппарат посетил Уран, о котором я рассказывал в прошлой части. Ссылочки в описании. Погода на Нептуне такая же хорошая, как и у нас. Шучу я! Шучу! Признавайтесь, поверили? Космический аппарат, посетивший Нептун, заснял на планете наличие большого белого облака, которое очень быстро передвигается. Также там виден бушущий, как на Питере, гигантский шторм. И еще вид огромного темного пятна. Ни на какой планете Солнечной системы не гуляют такие сильные ветра. Они превышают звук, звуковую скорость. Температура опускается до минус 220 градусов. Что касается спутников, нам известно, что их 13, но, возможно, их гораздо больше. Все они названы по именам морских богов и богинь. Из мифов Греции. Также у Нептуна есть единственная луна, которую назвали Тритон. Вот и понятие длится 165 земных лет, а сутки 16 часов 6 минут. Сегодня я знаю, что Нептон – это восьмая и последняя планета Солнечной системы. Но была девятая планета. Как она называется? Нажимая на паузу, у вас появится время подумать, поискать, лайк поставить и подписаться. Ну а я даю правильный ответ. Космический объект, потерявший статус планеты, называется Плутон. Когда наши папа и мама учились в школе, им говорили, что Плутон – это девятая планета в Солнечной системе. До встречи в последнем выпуске про космос. Всего хорошего, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok